Поздравляем с дебютом. Какие эмоции и впечатления после игры? Эмоции и впечатления самые приятные. Был рад дебютировать в Днепре. Мама была на игре, жена была на игре, много друзей было на игре. Рад, что команда хорошо сыграла. Команда меня поддержала. В сложных моментах помогали мне. Было видно, что я еще не готов справляться ногами. Команда действительно подбадривала. Спасибо за оказанное доверие. Дальше будет лучше. Я считаю, что сегодня мы не показали свой идеальный баскетбол. Я знаю ребят, я знаю команду. Мы можем гораздо лучше. Есть над чем работать. И я думаю, сейчас только, скажем так, относительно начала сезона. Ребята еще придут в свои лучшие кондиции. И тогда уже покажем, кто что стоит. Как вообще ощущения физически и морально? Физически ужасные. Устал. Устал, хоть и в принципе по факту мало что сделал. Но энергию придавали, наверное, болельщики. Когда уже реально не было сил даже шаг сделать, они помогали сделать этот сложный шаг. Спасибо. 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 Я вставил или... Да, да, да. Можешь отдыхать. Спасибо. До завтра. Проводитесь. До автобуса. Ну, мне кажется, что ребята немножко сегодня почувствовали то, что мы хотим делать в каждой игре. То, что мы хотим давить мяч. Мы хотим, чтобы команда чувствовала наш прессинг везде. Немножко не хватает нам еще, наверное, в полной мере это раскрыть. Потому что не те скорости, наверное, может какая-то усталость или недооценка партнеров своих же, то, что не доверяют друг другу. Но я думаю, что мы этого добьемся. И то, что мы форсировали у Николаева 24 потери, это о многом говорит. Очень хорошая защита. И несмотря на то, что мы промахнулись свои открытые броски, все равно победу одержали. Если мы забьем еще свои броски, у нас будет счет крупнее, будет очков больше, чем 74. И я думаю, что будет играть нам легче и раскованнее, и интереснее, и красивее. Но сегодня такая трудовая победа, и хочется ребятам сказать огромное спасибо за то, что они послушали, услышали и выполнили. Что с Верховецким и прогнозом по поводу боли Малкости? Сейчас тяжело сказать, есть ли у него перелом носа или нет. Нету перелома носа, но вроде кровь пока остановилась. Посмотрим, завтра сделаем снимок, будем видеть. Я думаю, что Коля боец, и даже с переломанным носом он выйдет на площадку. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok